Привет! Помнишь, я Егор. Наверняка ты слышал что-нибудь про 3D-печать и почти волшебные принтеры, умеющие выращивать разные вещи. Это, конечно, не клубника с грядки, но... В общем, сегодня снова про технологии, и снова мы тебя удивим. С вами, как знать. Погнали! Что может объединить производство, медицину, архитектуру и дизайн? Правильно, 3D-технологии. Их еще аддитивными называют. Благодаря им человечество вновь совершит промышленную революцию. Суть в том, что трехмерная печать уже сейчас позволяет создавать единичные изделия так же дешево, как производить тысячи. Это подрывает экономику за счет масштаба и меняет мир, как его поменяло появление первой фабрики, паровой машины, печатного станка или транзистора. Что будет дальше? Невозможно даже предвидеть. Встречайте нашего эксперта. Существует три способа производства. Значит, если мы говорим о традиционных способах, то исторически у нас появился первый способ производства – это CAT, то есть резать. То есть, это лезвийная обработка материалов 30-40-х годов. Как раз у нас появились соответствующие станки, производство станков и многие детали, они изготавливаются как раз с помощью лезвийной обработки. Естественно, если нам изготавливать поверхностные детали, для этого используется понятие так называемый «сурфейс» – поверхность. То есть, это деформация металла, но только с помощью пластических методов. То есть, это штамповка и кузнечное производство. Они, вот если говорить, лезвийную обработку и штамповку, они предназначены для крупносерийного производства, массового производства. Это элементы четвертого технического уклада. А для того, чтобы изготовить детали, есть третий способ – это именно это добавить. То есть, когда мы уже непосредственно выращиваем деталь согласно математической модели, которую мы получили. Так как 3D-принтер не ограничен фантазией того человека, который создает математику, то есть математическую модель, то можно изготовить детали любой формы, любой геометрии. Вот, слышали? Любой формы. Это ключ. С помощью 3D-проектирования можно внедрять новые производственные технологии, печатать сложные изделия с самыми различными материалами – от пластика и полимеров до смол и даже стволовых клеток. Все это повысит эффективность затрат и сильно сократит время на производство. Не случайно за последнее время рынок 3D-печати продемонстрировал один из самых быстрых темпов роста в мире. В 2017 году, когда мы смотрели отчеты Росатома как оператора российского в области рынка аддитивной технологии, то они оценивали рынок аддитивной технологии Российской Федерации где-то в 6 миллиардов долларов. Ну и рынок, соответствующий аддитивной технологии, он имеет прирост примерно 15-20 процентов. Значит, можно говорить о рынке где-то 20 миллиардов долларов. Но этот рынок в себя совмещает непосредственно как и производство машин для 3D-печати, так и производство расходных материалов и также, наверное, оборудование, которое используют для обратного реинжиниринга, потому что аддитивные технологии, они предполагают в том числе использование 3D-сканеров, которые позволяют, значит, как и воспроизвести уже вышедшие из строя детали, так и воплотить фантазию, допустим, модельщика, который, допустим, создал автомобиль, прототип автомобиля. Уже отсканировав соответствующую модель, можно ее воспроизвести уже из соответствующего какого-то пластика или металла для того, чтобы уже сопоставить все эти элементы конструкции. Вот как раз тут обратно реинжиниринг плюс аддитивные технологии, они все равно работают вместе. Кстати, Татарстан совсем недавно в рамках сотрудничества BRICS направил в Китай целую делегацию производственников, ученых и предпринимателей. Разобраться, как продвинутые партнеры используют 3D-технологии прямо здесь и сейчас. Была поездка в Китай, была поездка организована в Академии наук Республики Татарстан. Большое вам спасибо. Поехали все заинтересованные лица, кто в республике занимается аддитивными технологиями или близкими технологиями к данным технологиям. Были представители как и города Казань, набережные Челны, Елабуги, Нижникамска, Альметьевска. Китай мы посетили где-то 6 или 7 городов. Были на основных производствах, площадках, которые производят как и сами 3D-принтеры, производят расходные материалы для 3D-печати, производят исследовательскую оборудование для 3D-печати, а также посетили выставку 3D-технологий. Что поразило в Китае? Во-первых, это отношение вообще к организации процесса внедрения инноваций в рынок. При производстве собираются умные люди. Дальше эти умные люди в свое время отправлялись в ведущие вузы, Европы, Америки. Там получали соответствующие знания и затем возвращались в Китай. Для того, чтобы развить технологию, научно-руководителю проекта давали соответствующие грантовые деньги, государственные, и на основе этих грантовых денег уже непосредственно выполнялись разработки. Таким образом, у них появились ведущие производители 3D-принтеров. Это как по печати металлом, так и по печати пластиком, а также разработчики исследовательского оборудования. Далее, когда уже в соответствующем НИИ у нас вырастает до определенного момента организации, необходимо коммерциализовать свои разработки. То есть для этого государство выделяет частную компанию. В этой частной компании будет заниматься внедрением инноваций, уже выходом инноваций на рынок. Научно-сетические институты или лаборатории, соответствующие, как они их называют, занимаются разработками, а коммерциализация занимается уже другое подразделение, которое продает их продукты под своим брендом. Сама компания, она только дорабатывает эти пилоты до серийных образцов, а вот уже сами пилоты изготавливаются в соответствующих лабораториях или научно-сетических институтах. Выделяется довольно большое финансирование на все эти разработки, половину выделяет государство финансирование и половину соответствующие лаборатории или научно-сетический институт зарабатывает сам, продавая свои разработки. Многие компании, у которых мы были, показывали свои патенты. То есть у каждой компании более 100 патентов только на их разработке. Причем в Китае есть такой подход, что при покупке оборудования государство ставит соответствующие условия. То есть если есть возможность разработать аналог отечественного, то есть китайского производства, то в этом случае компании дают соответствующие задачи государством для того, чтобы как раз все эти технологии остались в Китайской народной республике. Таким образом они уже разработали соответствующие томографы для исследования структуры материалов, 3D принтеры и так далее. И еще у них такой момент есть. При проведении тендеров, если, к примеру, заявляется китайский производитель и зарубежный производитель, то китайской компании выставляются дополнительные баллы для того, чтобы она была признана победителем. То есть они стимулируют внутренний спрос на продукцию собственного производства и плюс еще после того, как обкатали эти технологии на внутреннем рынке, они эти выводят уже продукты непосредственно на внешний рынок. Для того, чтобы выполнить те задачи, связанные с технологическим суверитетом, нам необходимо уже использовать элементы шестого технологического вклада. Татарстан как раз хочет выступить оператором соответствующим образом развития аддитивной технологий в Российской Федерации, где будет реализована своя дорожная карта, для того, чтобы аддитивные технологии широко применялись уже непосредственно на производстве. То есть это при производстве сложной какой-то техники, тех же самых самолетов, автомобильной промышленности, электроники. Необходимо, чтобы у нас соответствующие центры аддитивной технологии были как и при вузах, так и при производствах, так и были коммерческие центры аддитивных технологий, куда любой желающий мог прийти со своей задачей и ему эту задачу могут выполнить. Да, уже совсем нетрудно поверить в то, что в течение буквально нескольких лет мы сможем заказывать себе детали автомобилей или сломанные элементы бытовой техники в 3D-мастерских. Ведь смарт-часы, брендовые очки, ювелирные украшения и даже некоторые детали человеческого тела уже выращиваются крупнейшими мировыми компаниями с помощью аддитивных технологий. Удаленные 3D-хабы объединят людей с производствами и владельцами промышленных принтеров для исполнения их желаний и воплощения творческих фантазий. Лично я рассчитываю до этого дожить. Но пришло время вернуться в Россию, а конкретно в автоград Набережные Челны, где действует передовая инженерная школа «Киберавтотех» и лаборатория прототипирования. В 2022 году выиграли соответствующий мегагрант. Индустриальным партнером выступил у нас ПАО КАМАЗ. КАМАЗ уже на тот момент имел команду, которая работала по аддитивным технологиям. То есть у них есть ряд аддитивных технологий, которые они используют в опытном производстве. Естественно, благодаря тем ребятам, которые работали на КАМАЗе, у нас было предложение руководству Казанского университета о создании лаборатории прототипирования, в которой бы реализовывались все основные виды печати. То есть это у нас ФДМ-печать, то есть проволокой полимерной. Это СЛА-фотополимерная смола. Это у нас СЛС-полиамидный порошок. И получается СЛМ-печать металла. То есть основные четыре вида печати у нас в набережных шумах появились лаборатории прототипирования. Мы открылись где-то примерно 1 апреля 2023 года. Работаем с реальными задачами, то есть тем, которые ставят как и КАМАЗ, так и поставщики КАМАЗа. И у нас сейчас уже появились соответствующие кейсы, которые мы можем уже популяризировать и показывать, что вот аддитивные технологии дают возможность быстро изготавливать детали, значит, без технологической подготовки производства, что ускоряет жизненный цикл создания вообще любого автомобиля. В ближайшие 2-3 года рынок будет расти. То есть сейчас те компании, которые заходят на рынок, они будут снимать сливки. То есть цена изготовления деталей будет падать, а количество центров, которые производят 3D-печать, будет расти. В общем, тем, кто вовремя сориентируется, опять повезет. Кстати, по расчетам аналитических агентств, к 2025 году емкость рынка мировых аддитивных технологий составит 550 миллиардов долларов ежегодно. Согласитесь, сумма приличная, есть о чем задуматься. 3D-печать — это не только печать деталей, но это еще изготовление самих материалов и исследование их свойств структуры. То есть у нас как раз и создана лаборатория новых материалов, тоже дополнительно к нему. Один технологий еще подтягивает все остальные технологии, потому что без традиционных технологий аддитивные технологии невозможны. На данном принтере предполагается изготовление различных деталей для ПАО «КамАЗ» для службы главного механика. То есть это комплектующие для роботов, роботехнических комплексов и станков с часовым программным управлением. В настоящее время у нас на данном принтере изготовлены прототипы крыльчатки турбины, а также косозубая шестерня АКПП. У нас формируется трехсторонний договор сотрудничества между Казанским университетом ПАО «КамАЗ» и компанией 3D-лам, производителем и изготовителем 3D-принтеров, российским производителем. В рамках данного сотрудничества предполагается размещение еще одного принтера для печати металлом с целью формирования компетенции в области изготовления деталей, металлических деталей с помощью 3D-принтера. КФУ уже получается это производственная площадка, где эти детали будут изготавливаться, где мы будем готовить персонал для работы на принтерах SLM. Студентам Челнинским, если честно, тоже повезло. Не каждый день производственный цикл меняется, материалы новые разрабатываются, а возможности расширяются в геометрической прогрессии. Экструдер, у него два шнека, имеется боковая подача, 6 зон нагрева и водяное охлаждение. Здесь мы изготавливаем различные композиции, которые могут применяться в промышленности. К примеру, вот это получается у нас гофра, она должна быть трудногорючей, это для высоковольных проводов КАМАЗа. И один из поставщиков попросил нам разработать соответствующую рецептуру из доступных материалов, вот как раз мы разработали ему соответствующие гранулы. Вот, чтобы не подвести конвейер, потому что без этой гофры не соберешь в конечном виде автомобиль, соответствующую. Сейчас новая тема Neocor у нас порабатывается с КАМАЗом совместно, это изготовление гранул для пеллетной печати или FGF печати. Значит, все гранулы практически на российском рынке, они представлены импортные, то есть поставляются с дружной стороны Китай, поэтому нам нужно эти гранулы разработать самим. Вот здесь у нас закуплено уже сырье на новый проект. Как вы видите, это в основном доступное сырье, именно компания Сибур. Мы используем различные добавки для того, чтобы получить гранулы с требуемым свойством. Это будет использоваться технологической оснастки. Лаборатория новых материалов создана в рамках передовой инженерной школы Киберавтотех. В данной лаборатории у нас размещается аналитическое оборудование для исследования структуры и свойств различных материалов, как и полимерных, композиционных материалов, так и металлических материалов. В данной лаборатории есть уникальное оборудование для обратного инженеринга полимерных и композиционных материалов, для исследования структуры материалов, а также для виброакустических испытаний. Вот одну из таких работ я как раз расскажу. Данную работу мы проводим совместно с Российской академии наук санкт-петербургское отделение работа посвящена расчету мета структурных так называемых материалов с помощью сложной математики эта структура высчитывается после этого моделируется специальной среде и после моделирования значит эти структуры изготавливать с помощью 3d печати всеми основными популярными способами примеру эти материалы можно эффективно использовать качестве виброакустических материалов вот как раз на этой трубе брюликер мы проводим соответствующие экспериментальные исследования сопоставляем расчетные модели с теми которые мы уже получаем непосредственно практике далее это система пассивной безопасности автомобиля различные структуры с высокоудельной прочностью то есть ближайшие 20-30 лет это направление получишь самое широкое распространение цвета автомобиля это беспилотная тематика авиация ракетостроение круто конечно если представить что напечатанные детали даже ракетам космическим подходят чего уж нам тут на земле не научиться использовать аддитивные технологии себе на пользу до готовых стейков и говорят еще не добрались а вот челюсти делать уже научились это точно что я вам скажу индивидуализация клиента требует кастомизации производства во какие слова я выучил сам не ожидал если попроще то один человек не хочет быть похожим на другого а хочет с помощью 3d технологий создавать модные популярные товары легко и быстро и ломая технологическую цепочку а главное уже сегодня для этого существуют различные типы 3d печати такие как изготовление плавленных нитей селективное лазерное спекание многостройный сплав электронно-лучевая плавка и другие вот как это выглядит на практике салис принтер предназначен для печати различными полимерными порошками то есть в основном используется это полиамид 11 12 позволяет изготавливать детали с точностью 100 микрон имеет область печати 380 на 380 на 400 эффективны при печати детали небольшого габаритных размеров с высокой точностью слм принтер предназначен для печати металлическими порошками фракции 20-60 микрон можно использовать порошки начиная от титановых порошков алюминиевые порошки нержавеющие порошки инканели кобальт хромовые порошки 3d принтеры которые печатают металла не имеет пока небольшое поле печати то есть ну где-то до 500 максимум принтер fdm это самый доступный и дешевый вид печати печатает он полимерными материалами в основном для печати используются bs пластик пла пыджи пластик также особенностью вот данного типа принтера является то что у нее две печатающие головки на 2 печатающие головки имеется возможность печати филаментов с наполнителем то есть это наполненный стеклом или углем то есть уже композитный материал можно печатать принтер оснащен подогреваемым столиком подогреваемой камерой а также предусмотрена сушка материалов для 3d печати как раз данный принтер у нас загружен различными задачами по изготовлению деталей для интерьера и экстерьера автомобили камаз а также автобусной тематики и гособорон заказу 3d сканирование используется для в основном для обратного реинжиниринга деталей в рамках программы импортозамещения а также для проверки соответствия изготовлен детали детали 3d печатью соответствующей 3d модели собственно купить домашний 3d принтер сейчас может каждый конечно возможности у него скромные но для бытовых экспериментов вполне сойдет знаете это не только полезно но еще и очень увлекательно тем более что на рынке есть не только зарубежные модели но и отечественные аналоги в китайской народной республике тоже они допустим при изготовлении принтеров для печати металлом тоже используют импортное оборудование то есть понятно что лазерные источники сканаторы это все они покупают мировых лидеров даже чипы какие-то могут микросхемы и так далее они делают только получается сборку ну и какие-то покупные элементы они уже сейчас потихонечку осваивают то есть это идет локализация производства к сожалению россия с 22 года под санкциями и все оборудование которые используют для 3d печати понятно что она тоже может попадать под санкции будем закупать соответствующие источники лазеры сканаторы микросхемы платы но если у нас уже появится с от очень инжиниринг по сборке соответствующих машин для 3d печати то мы можем уже серьезные 3d машины изготавливать у себя на родине у нас в россии сейчас уже производится fdm принтеры они не хуже уже китайских аналогов и мировых аналогов принтеров есть разработки с точки зрения производства принтеров для печати на полимерными порошками производства принтеров для печати металлом другой вопрос это рынок то есть мы опять сталкиваемся в наш рынок по сравнению с китайским намного меньше вот естественно сколько таких принтеров нужно поэтому цена этого принтера может быть конечно выше чем будет поставлять за рубежа но если будет какие-то меры господдержки и так далее субсидирование к примеру процентных ставок тем предприятиям которые покупают отечественную продукцию с точки зрения государства именно отечественного производства то в этом случае может быть мы выйдем на ту же самую цену но при этом мы получим сервис на обслуживание соответствующая российская гарантийные обязательства и так далее но принтер не работает без расходных материалов благодаря тому запалу который стал советскую союзу у нас еще есть соответствующие разработки практически в каждом городе уже сейчас появились экструдеры которые производят филаменты то есть мы можем уже нужные потребительские свойства заложить соответствующие филаменты есть российские производители крупные промышленные которые производят филаменты наши филаменты не хуже импортных филаментов по качеству. Следующий пункт – это производство полимерных порошков. В основном у нас китайское покосырье, 90% рынка, но уже сейчас появляются в научно-исследовательских институтах разработки по производству полимерных порошков для СЛС-печати. С точки зрения СЛМ-печати, вот здесь как раз, наверное, очень сильно мы продвинулись. Если раньше можно было говорить о 4-5 производителях металлических порошков для 3D-печати, то сейчас уже в России порядка 10-12 производителей порошков для 3D-печати. То есть появляются уникальные порошки, которые будут обладать необходимыми потребительскими свойствами при изготовлении соответствующих изделий. Фотополимерную смолу у нас производят, я точно знаю, 1-2 производителя в России есть. Да, он по цене сопоставим с китайским, но, по крайней мере, это российское производство. Ребята молодцы, коммерсанты реализовали проект и сейчас уже на рынок поставляют соответствующую продукцию. Причем очень положительные отзывы потребителей. Ну, что я вам говорил. Не за горами то время, когда аддитивные технологии будут повсюду. Футболочку хотите изобразить? Пожалуйста. Таблеточку нужно принять? Милости просим. Форму носа исправить? Извольте. Новый приклеим сейчас. Классно, конечно, но не по себе как-то даже стало. Пойду погуляю, проветрусь немного, чтобы раньше времени в будущем не оказаться. Пока.